Вы смотрите новости Белорецка на ЮТВ. С вами Альбина Закирова. Здравствуйте! Всю неделю мы готовили новости для вас и обо всем по порядку расскажем в нашем выпуске. Приятного просмотра! Начинается прием заявок на субсидирование бизнеса. 17 гимназия стартовал новый проект. В Белорецком районе собрали дикий мед. Юные натуралисты посетили Южноуральский природный заповедник. Белорецк посетила замминистра образования и науки республики. В Яндекс картах появились панорамы Белорецка. Тренер Александр Машкин подтвердил звание мастера спорта России. Маленькие белоречане создают мультфильмы. В Белорецке состоялся турнир по футболу. В многофункциональном центре начинается прием заявок на субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку можно оформить на уплату первоначального взноса по договору лизинга, на приобретение оборудования, на уплату процентной ставки по кредитному договору, на оплату аренды здания, их частей и земельного участка и оплату коммунальных услуг. Решение о назначении выплат принимает администрация района. Пакет документов для разных видов целей отличается. Ознакомиться с ним можно на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра, либо при личном обращении в офис. Прием заявок продлится до 30 ноября. В 17-й гимназии стартовал новый проект. Команды учащихся 9-11 классов и педагогов разработали 5 проектов разной направленности. Цифровой читальный зал, туристический клуб 17 дорог, лаборатория инновационных технологий, лазерный тир и лаборатория биотехнологий. Сейчас идет презентация проектных предложений и общешкольное голосование, в котором принимают участие старшеклассники. По итогам голосования должен победить один проект. Затем готовится конкурсная документация и направляется оператору конкурсного отбора. Команда «Победитель» получит субсидию из бюджета РБ на реализацию своего проекта. Помимо Белорецкого, в конкурсном отборе участвуют образовательные учреждения Училинского района, Кумертау, Нефтекамска и Уфы. В Белорецком районе собрали дикий мед. Об этом на своей странице в соцсетях написал Артур Идельбаев. «Сегодня 25 октября. Республика Башкорпустан, Белорецкий район. Собираем мед с последних двух портей. Это мед с диких пчел». По словам пасечника, охота за диким медом удалась на славу. Всего он установил 20 колод, из которых два подарил друзьям, которые специально приехали из Москвы, чтобы поучаствовать в сборе лакомства. «Башкирский борцевой мед является не только самым дорогим, но и самым полезным из всех видов меда в России. В этом году это последний урожай дикого меда в Белорецком районе», пишет автор. Педагоги и воспитанники станции юных натуралистов посетили Южноуральский природный заповедник. Специалисты провели экскурсию по музею и сопровождали по исследовательским маршрутам на хребет Мало-Ямантал и рекам. Во время подъема ребята взяли пробы лиственной подстилки, измерили излучение, давление, температуру воздуха и почвы. Запечатлели разнообразие эпифирных лишайников и мхов, многие из которых занесены в Красную книгу Башкортостана и России. Затем ЮНАТО изучит данные и оформит учебно-исследовательские и проектные работы и представит на различных конкурсах. Южноуральский государственный природный заповедник является самым большим по площади в Республике Башкортостан. Его площадь более 2,5 тысяч квадратных километров. Создан 43 года назад с целью сохранения уникальных природных комплексов Южного Урала, горно-таежных елово-пихтовых сообществ и болот. Белорецк посетила заместителя министра образования и науки Республики. Инесса Косолапова посетила Уральский завод спортивного инвентаря и Уральский пружинный завод, куда заместителя министра сопровождал бизнес-шериф Андрей Гревцев. В Белорецком педагогическом колледже Инесса Косолапова провела круглый стол о развитии кадрового потенциала. Затем приступили к работе 4 площадки по специальностям – прикладная информатика, преподавание в начальных классах, дошкольное образование и физическая культура. На площадках студенты смогли пообщаться с представителями белорецких предприятий, задать вопросы о работе, производстве и возможном трудоустройстве. Пришли к выводу, что работодатели и руководство колледжа должны наладить контакт. Это поможет улучшить подготовку специалистов среднего звена. В Яндекс.Картах появились новые панорамы городов Башкирии. Яндекс обновил панорамы Стерлитамака, Салавата и Ишимбае. Кроме того, автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше впервые сделал снимки еще нескольких городов Башкирии, в числе которых Белорецк. Как сообщает пресс-служба Яндекс.Карт, панорама-мобиль проехался по республике этим летом. Во время поездки он сделал 104 тысячи фотографий, из них получилось 26 тысяч панорам. Все они уже доступны в Яндекс.Картах. На панорамах, которые были опубликованы впервые, пользователи могут увидеть общественно значимые здания и местные достопримечательности, в том числе Шахан Таратау и водонапорная башня в Белорецке. Тренер Белорецкой спортивной школы по греко-римской борьбе Александр Машкин подтвердил звание мастера спорта России. Недавно в Пермском крае состоялся мастерский и всероссийский турнир по греко-римской борьбе. В нем приняли участие 274 спортсмена, юниоры до 18 лет и юниоры до 21 года из 13 регионов России. У маленьких белоречан появилась возможность создавать мультфильмы. В начале сентября в Белорецке открылась студия мультипликации для детей «Анимагия» на базе Центра детского чтения «Синяя птица». О том, как создаются мультфильмы о воспитанниках студии и их работах, расскажет наш корреспондент. Фильм «Волшебники» Одна из первых работ воспитанников студии мультипликации. С начала сентября они создали три фильма. Все идеи принадлежат детям, а их руководитель говорит, что направляет их воображение. Мы мультфильм сняли, то есть персонажи были они сами, сами дети были персонажами мультфильма. Как они двигались, на один шажочек, то есть они уже тогда стали понимать, как они будут двигать своих персонажей. Вот, это был самый первый мультфильм такой вот. Создание мультфильма – кропотливый процесс. Написание сценария, создание персонажей, подбор музыки – это лишь малая часть работы, которую делают маленькие аниматоры. В самом начале мы придумываем, придумываем, что, какой мультфильм будет, да? Потом, естественно, мы делаем персонажей. В этот раз мы сделали персонажей из пластилина. Снимаем, потом монтируем в программе и ищем музыку, подбираем, чтобы все было интересно. Дети вот сегодня сами подбирали, кстати, сами подбирали музыку. Ну, сегодня я сделала один мультик. А о чем был вообще мультфильм? Один из авруха. По очереди. То есть кто-то снимает, кто-то лепит, кто-то двигает персонажей. Мне нравится из пластилина лепить. Я уже дома один мультик короткий сделал. Там курица и цыпленок были одни, и она хотела пожениться на петухе. И когда они подходили, он, цыпленок, тихо спрыгнул и спрятался за стогом сена. Ну, мультики тоже создали. Цветочные филички и динозавты, которые мы сегодня сделали. А что самое сложное в создании мультфильма? Ну, наверное, это всегда передвигать нужно и успевать делать кадры. Студия мультипликации такого формата одна из первых в городе. Ее открытие состоялось благодаря гранту главы республики, который выиграл центр детского чтения «Синяя птица». Библиотека не стоит на месте. Появляются новые направления. Это даже очень интересно, когда новые направления в библиотеке. Если раньше у нас в библиотеку пришли книжку, взяли и тишина. Сейчас у нас дети и в лото играют, здесь в игры. Приходят, делают домашние задания. Ну и вот мультстудия – одно из таких направлений библиотечной работы. Можно так сказать. В студии мультипликации занимаются более 20 детей. Группы укомплектованы. Ребята планируют в будущем создавать полнометражные мультфильмы с озвучкой и участвовать в конкурсах. Совсем недавно библиотеку с рабочим визитом посетил Азамат Семергайзин, редактор и продюсер по кинопрокату и спецпроектам киностудия «Башкортостан». Он затронул тему сотрудничества, расширения технического оборудования и обучения анимации. В минувшее воскресенье в Белорецке состоялся турнир по футболу. На соревнования приехали маленькие спортсмены из Уфы, Межгория и Челябинской области. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности смотрите далее. Яркая форма, свисток и крики болельщиков. В спортивном зале «Олимп» состоялся настоящий праздник футбола. К нам в гости пожаловали ребята из Челябинской области, город Верхний Уральск, три уфимские команды, межгорские команды и наши местные белорецкие команды. Девять было матчей в групповом этапе и потом уже пошли матчи плей-офф за седьмое и девятое место, за пятое место, два полуфинала. На данный момент вот сейчас перед вами идет игра за бронзу, за третье место и впереди финал. Возраст игроков от восьми до девяти лет. Все тщательно готовились к чемпионату. Усерно тренировались, чтобы показать хорошие результаты. Многие участники приехали в Белорецк впервые. Как тебе в Белорецке? Хорошо, даже на горы поднимался. Тут хороший футбол. Ты тут первый раз? Первый раз. Сколько голов? Семь. Первый раз в Белорецке? Да. Сколько матчей вы играли? Два. С какими командами вы играли? С Пумой и с чемпионом. Довольны ли ты сегодня что-то? Да. Я думаю, для нас это неплохо из девяти команд. Там добавок есть самые сложные, которые один раз. Мы проиграли один раз и все. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в зал смогли допустить ограниченное количество болельщиков. Эльвира Аскарова старается не пропускать соревнования своих детей. Я пришла болеть за своих сыновей. У меня один сын тренер, а другой к нему ходит заниматься. И я за нашу родную Пуму всей душой и сердцем. Вот пришла поддержать своих детей и его воспитыванников, старших. Он спит и видит, нам уроки не нужны, нам нужен футбол. Они целеустремленно шли к своей цели. Конечно, тяжело, команды сильные приехали к нам в гости. Но я считаю, все равно они заслужили. По итогам соревнований призовые места забрали гости турнира. Первое место у команды вся Уфа. Серебро рассталось команде прогресс из Челябинской области. Завершила тройку команда чемпион из Уфы. Организаторы подготовили для игроков памятные подарки. В пользу случаем хочу поблагодарить спонсора нашего турнира, депутата города и предпринимателя Дмитрия Ладисова, который зафинансировал наш турнир. С его помощью мы закупили подарки, призы, достаточно хорошие, достойные. Кубки получат все три первых места. Комплекты медалей, бронза, серебро, золото, дипломы, грамоты. Лучшие игроки будут также награждены подарочками. Гетеры футбольные приготовили для них и щитки футбольные. И также гости города, чтобы запомнили наше гостеприимство, мы для них приготовили магнитики. Владислав Аскаров планирует и дальше проводить подобные турниры. По словам тренера, девять команд – это только начало. В дальнейшем будут приглашать еще больше команд и проводить турниры на несколько дней. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Белорецкого района каждую пятницу в 20 часов. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм – ЮТВ Белорецк. Будьте с нами, будьте в курсе всех событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok